Друзья, привет! Вы на Ньюсейдер, я Александр Кушнарь. У нас вечер 9 марта. Итак, похоже, что Украина потеряла первые установки ЗРК Патриот. Причем, вероятно, не просто одну или две установки, а целую батарею Патриот. Это произошло в районе Авдеевки, а точнее говоря, в 50 километрах к западу от нее. И вот сейчас на ваших экранах это как раз видео-поражение. Распространили эти видео, естественно, изначально российские телеграм-каналы, только там они посчитали, что находились ЗРК С-300, различные ее компоненты. Ну вот сейчас все специалисты, которые специализируются на вооружениях и на исследовании того, что происходит на поле боя, именно западные специалисты, утверждают, что это были именно ЗРК Патриот. Ну, в частности, идентификацию произвели по как раз таки одной из сохранившихся, уцелевших в результате вот этого удара передних частей машины от пусковой установки. Там так вот характерная дверь выглядит. Ну, если это действительно так, если это действительно потеря именно Патриотов, то это, конечно, очень и очень плохая новость для Украины. Ну, во-первых, давайте разберемся, как так вышло, а потом посмотрим, какие это может иметь последствия. А вышло это следующим образом. У России очень хорошо работают различного рода радиоэлектронные установки, то есть как средства радиоэлектронной борьбы, так и средства, которые выявляют работу радаров ЗРК. И этих средств на войне становятся все больше. Это первое. Второе, это, конечно же, российские дроны. Дронов море. И они все более наглые. И они забираются все более далеко на, не просто передовую, а в глубокие тылы, ну, по крайней мере, в оперативные тылы украинцев. То есть, вот они могут залететь на 20-30-40 километров и оттуда, соответственно, снимать и наводить те или иные ракеты. В данном случае, кстати, как говорят, это был удар новейшей российской системы Торнадо, Торнадо-С. 300-миллиметровая ракета, высокоточная. Но кто-то говорит, что это ракета Искандера. И вот тут вот возникает вопрос, как же так выходит? Потому что в данном случае это поражение батареи Патриот. Но до этого мы помним, в течение последней недели было поражение установки Хаймерс. Тоже впервые за все время. Ну, по крайней мере, у нас есть первое видео подтверждение. Но, как говорят, по сути, это действительно первый случай. Далее есть множество других кадров, как достаточно глубоко, опять же, в оперативном тылу Украины. Россияне поражают, ну, например, установки Арчер. Это самоходные артиллерийские установки, которые недавно передали украинцам шведы. Эти установки, на самом деле, дальнобойные, высокоточные, стреляют на 40, 50, 60, 70 километров, в зависимости от снарядов. Я уже не говорю про какие-то другие артиллерийские установки, которые Украина теряет ближе к фронту, но которые тоже достаточно далеко от него могут находиться, то есть на 20-30 километров. То есть, это все одна большая проблема. Проблема связана с тем, что российские дроны чувствуют себя все увереннее, а, опять же, российские средства контрбатарейной борьбы все эффективнее. Вот что, в частности, пишет один из польских экспертов Ярослав Вольский. Я его процитирую. Ну что ж, говорит он. Случилось то, что, в общем-то, и должно было случиться рано или поздно, к сожалению. То, что должно было случиться в нынешних условиях тотального превосходства России в области радиоэлектронной борьбы. Дрон обнаружил батарею Патриот в 50 километрах к западу от Авдеевки, а Искандер, соответственно, поразил вот эту позицию. По меньшей мере, три пусковые установки на грузовике Ман-Кат были уничтожены. Ну и тут он говорит, также еще транспортные средства. Ну, в общем, какие-то компоненты этой системы. И это, говорит он, не С-300, как написано вот в этом видео, а это явно Патриот. К сожалению, использование систем СРК средней и большой дальности несет в себе соответствующий риск на передовой. И украинцам приходится идти на этот риск, потому что ВВС России уничтожают украинские позиции планирующими бомбами. И, говорит он, вероятно, Россия действительно потеряла в феврале более 10 самолетов, намекая на то, что это были как раз Патриот, Патриот их сбивали. Но, говорит, что цена за это – это потеря вот этой вот батареи Патриот. Что, говорит, делает на самом деле не очень ясным, да, а действительно ли стоило платить такую цену. Ну и, как я уже говорил, он имеет в виду, как говорил он прежде в своих предыдущих сообщениях, что беспокоит на самом деле другое – поток видеозаписей, которые показывают уничтожение Хаймарса, Арчеров, Крабов, Патриотов, ну и так далее, с помощью именно дронов-корректировщиков, которые работают в 40-60 километрах в тылу украинских линий. Россияне, как он говорит, каким-то образом изменили передачу в дронах, ну имеется в виду, наверное, обмен данных, короче, что каким-то образом защитили их, в принципе, от радиоэлектронного воздействия украинцев, что они летают у себя словно дома и транслируют в прямом эфире позиции украинцев, вот, опять же, за линией фронта, далеко за линией фронта, которые поражаются после этого буквально через несколько минут. Ну и в то же время, говорит он, украинским дронам вот в этом квартале, то есть в последние месяцы, все тяжелее работать, опять же, на фронте, потому что они все чаще терпят поражение от российских средств радиоэлектронной борьбы, у которых, говорит он, есть очевидное преимущество. И, к сожалению, говорит он, это преимущество конкретно вот в этом аспекте, в возможностях беспрепятственной передачи данных с разведывательных дронов. Результат, говорит он, это катастрофические последствия для Украины, в первую очередь, это эффективный контрбатарейный огонь со стороны России. И далее, опять же, цитата, это очень-очень плохо, потому что Россия сейчас навязала украинцам вот такую вот норму оперативных потерь, потерь против передовых вооружений, которые поставляет Запад, и эти поставки Запад может не восполнить Украину. Пока что, да, он говорит, это все еще скорее тактическая проблема, но постепенно все сдвигается к проблеме оперативного характера, и ситуация такая, что сейчас россияне делают то, эффективно делают то, что ранее украинцы в основном делали. То есть, они атакуют системы обеспечения и другие очень серьезные украинские активы где-то в тылах, и таким образом вызывают эрозию возможностей вооруженных сил Украины на всех направлениях. Ну и, соответственно, из этого мы можем сделать тот же самый вывод, который мы предварительно сделали вначале. То есть, Россия доминирует практически сейчас на всех уже уровнях в том, что касается именно поля боя. Вот на море, в принципе, Россия проиграла войну, но в воздухе до недавнего времени она доминировала, и вот если сейчас Украина не сможет закрыть вот этот пробел, то опять начнет доминировать. Далее, на земле, соответственно, мы видим, что у России, конечно, сейчас не получается продвинуться сколько-то далеко, да, у нее огромные потери, но, тем не менее, она и здесь тоже пытается продвинуться, и вот мы увидели, как в последние три месяца Россия прошла Авдеевку и затем еще несколько километров. Ну, в данном случае хорошо, украинцы остановили Россию. Но самое главное, это, конечно, оперативно-тактические БПЛА России. Вот тут русские, ну, как минимум наравне с украинцами. Украинцы, конечно, тоже порой залетают, вот я не знаю, насколько можно согласиться с Вольским. Залетают украинские дроны достаточно глубоко, наносятся поражения российским самым разным средствам, и ЗРК, и артиллерии, и различным специализированным средствам, вот таким, как, например, там, станции постановки помех и так далее. Вот три урагана были уничтожены. Ну, в общем, очень серьезные, конечно, потери Украина носят России. И, кстати, опять же, один потерянный Хаймерс за последние, скажем так, вообще 18 месяцев, за все время использования этих вооружений. Это тоже о многом говорит, это говорит о том, что, в общем-то, наоборот, это провал русских. Но, когда мы смотрим именно в совокупности все эти истории, да, истории поражения ценнейших украинских активов именно в дальних тылах, ну, по крайней мере, в оперативных тылах, то, да, тут уже мы говорим не об одном Хаймерсе. Это ладно, то есть один раз случайность. А мы говорим о системе, системе, которую наладила Россия. И вот украинцам надо срочно как-то на это отреагировать. Почему? Потому что, ну, давайте теперь конкретно по Патриотам. Потому что, вот, например, потеря целой батареи Патриотов, я не знаю, наверное, не будет в ближайшее время и даже, может быть, в ближайший год компенсировано Западом. Во всяком случае, с этим могут возникнуть проблемы. Почему? Ну, потому что, во-первых, системы Патриот на дороге не валяются. Они всегда-то были в дефиците. А уж тем более вот сейчас, когда Соединенные Штаты не помогают Украине. И вообще неизвестно, когда выделят очередной пакет помощи. И выделят ли его вообще. Судя по всему, в лучшем случае сейчас республиканцы-трамписты, если согласятся вынести на голосование соответствующий законопроект о помощи Украине, то, во-первых, он будет очень серьезно кастрирован в плане финансов. Во-вторых, рассматривать его будут только с середины апреля. Ну, в общем, не говоря уже о том, что, конечно, и, вероятно, о Патриотах там речи идти не будет. Но, как бы то ни было, до этого еще далеко. Соответственно, американцы, которые как раз и производят эти Патриоты, не дадут соответствующие установки украинцам. Далее идем по Европе. Вот европейские партнеры Украины. У них есть вроде как системы Патриот. Но дадут ли они сейчас эти системы? Если бы они могли дать, то они дали бы раньше и в большем количестве. Но чрезвычайно тяжело было получить даже вот эти вот три батареи. Сейчас уже, похоже, осталось две или две с половиной батареи. Кто даст? К тому же они могут сейчас задать украинцам вопрос. А могут ли украинцы сейчас гарантировать, что эти системы не будут уничтожены в первой же неделе войны? Судя по тому, что, вероятно, Россия сумела нащупать какие-то свои преимущества или какие-то критические пробелы у Украины. И опять же, а что это за пробелы? На уровне разведки или спецслужб? Вот как мне один источник сказал. Далее. Предательство в высших эшелонах украинской власти. Ну, это, наверное, не очень вероятно, но теоретически и это нельзя исключить. Далее. Предательство где-нибудь на уровне среднего звена. Тоже не очень вероятно, но, тем не менее, всякое бывает. Это может быть какая-нибудь агентура именно со стороны пророссийски настроенного украинского, проживающего в Украине населения. Вероятно. Но, опять же, учитывая, что вот эти вот батареи стояли, ну, скажем так, не посреди населенного пункта, а где-то пооды, я тоже сомневаюсь, что здесь активное участие принял какой-то агент, предатель, который слил эту информацию, хотя, опять же, вполне возможно, потому что местные могли подглядеть и передать. И, кстати, ранее уже неоднократно СБУ, между прочим, устанавливало вот так вот тех, кто пытался следить за перемещением систем Патриотов, Хаммерс и так далее. Так что, опять же, рано или поздно это тоже могло сыграть. Но, опять же, наиболее вероятно, все-таки, это просто повысившиеся возможности России в области дронов и выявления, вот, как раз, да, радаров ЗРК. Ну, и, в конце концов, есть и такое вот достаточно простое объяснение. Дело в том, что, понятно, видите, что когда систему ЗРК, тем более, вот такую целую батарею, начинают так интенсивно использовать на передовой, то рано или поздно эту систему обнаружат и поразят. Особенно, если у противника вот такая вот достаточно хорошая разведка, достаточно хорошие ударные возможности, достаточно хорошие системы именно контрбатарейного огня, когда у него есть возможность зафиксировать работу радара Патриота. Потому что тут ведь всем известно, как это делается. Радар включается, его работу фиксируют и сразу же наносится удар. Конечно, тут большой вопрос, а почему так получилось, с другой стороны, что Патриот вот так вот целой батареей стоял? Стоял достаточно долго. Может быть, это ошибка на уровне командиров? Могло быть такое? Теоретически, да. Опять же, на каком-то из уровней. Может быть, на уровне среднего звена, может быть, на уровне высшего звена. В любом случае, это достаточно странно. И Хаймерс, который стоял на месте и был поражен. И батарея Патриот, которая стояла на месте и была поражена. Это что-то достаточно странное. Почему? Потому что, ну, известно, что такие системы не должны стоять на одном месте дольше, чем буквально 10-20 минут. И если они стоят больше, чем 10-20 минут на одном месте, то это уже проблема. То есть, тут уж надо или постоянно их перемещать, или уметь обнаруживать вражеские дроны, которые наблюдают за местностью. А лучше делать и то, и другое. В принципе, это всегда все и делалось. Что же сейчас? Опять же, допускаю, что, вероятно, в данном случае просто изменились российские возможности. То есть, например, Россия повысила скорость между обнаружением тех или иных стратегических активов Украины и поражением этих стратегических активов. Все это нужно расследовать. Но, вот конкретно результат того, что сейчас Украина лишилась половины или всей батареи Патриот, заключается в следующем. Украина не сможет так же эффективно защищать свои города Киев и Одессу. Ну, или, по крайней мере, один из этих городов. Мы не знаем, где сейчас Украина получила дыру в возможностях ПВО. Если в Одессе, значит, там будет чаще прилетать. Если в Киеве, значит, мы увидим скоро, вероятно, как там снижаются возможности перехвата российских ракет. Обратите внимание, что Россия крайне редко теперь совершает массированный ракетный налет на Украину. Но она не совершает такие налеты, ну, по крайней мере, часто. По каким причинам? Тут, конечно, может быть и причина, что санкции стали работать лучше, потому что мы видим, что Турция практически вообще перестала пропускать параллельный импорт. Что касается Китая, то он потихоньку тоже начал прислушиваться к требованиям США и Евросоюза. Там тоже есть прогресс. Банки там тоже, как минимум, уже с подсанкционными российскими лицами перестают работать. Но, тем не менее, у России есть немало возможностей все еще тащить западные компоненты, потому что, в принципе, все оружие, которое сейчас имеет Россия и продолжает производить, оно полностью, на 99% создается из западных компонентов. Это уже сто раз все изучалось, разбиралось, рассматривалось, показывалось. То есть, ну, то есть, Запад вооружает Россию. Запад не дает Украине ничего из современных вооружений, которые вот так нужны Украине, да? В первую очередь, ракеты дальнего радиуса. Я уже не говорю про то, что до сих пор Запад требует от Украины не бить по российской территории западным оружием. Это может быть причиной, почему Россия сейчас совершает меньше ракетных налетов на Украину. Потому что у России просто мало ракет, она их не может производить. Но очень вероятно, что Россия может производить ракеты, ну, может быть, даже не в таком количестве, как прежде, но она их производит, накапливает. И что? И ждет момента, когда можно будет нанести соответствующий удар по Украине. И вот сейчас, когда Россия посчитает, что в Украине, например, начинают критически снижаться возможности системы ПВО, то рано или поздно Россия может попробовать на зуб, опять же, украинскую ПВО в том же Киеве или в Одессе. Тем более, что потери БТА и Патриот, это далеко не первая потеря. Мы видим, что теряются компоненты к системам НЭСМС. То пусковая установка НЭСМС повреждена, то вот радар НЭСМС. И мы видим, что это все, опять же, часть вот этой вот общей тенденции. Тенденции сокращения оперативных возможностей Украины. И, таким образом, мы понимаем, что если те системы, которые должны были защищать украинские города, сейчас потеряны, то украинские города оказываются в опасности. И это самое печальное, потому что это уже прямая угроза непосредственно для мирных жителей Украины, для столицы, для крупных городов, для Одессы. И это все, конечно, в том числе следствие стремления Украины хоть как-то защитить свое небо. Это, по сути, использование батарей Патриот не совсем по назначению, потому что, когда у вас очень мало ПВО Патриот, вы имеете приоритет защиту именно гражданского населения. А во вторую очередь уже, если у вас есть такие возможности и если, скажем так, да, риск очень низок, тогда вы можете, да, использовать эти системы для работы по дальним тылам противника. Что, собственно, украинцы делали? Потому что Патриот избили, насколько я понимаю, 15 самолетов за последние, ну, как минимум, наверное, месяц. Это действительно очень много. Но, как сказал господин Вольский, вот она цена. И поэтому я думаю, что в данном случае украинцам все-таки придется выбирать. Если вот сейчас вот Запад не даст больше систем Патриот, не компенсирует вот эти вот выпадающие возможности, то в этом случае, конечно, ВСУ столкнулся с тем, что им придется выбирать либо защищать города, либо рисковать, соответственно, одной из, еще одной, да, из трех тех систем Патриот, которые были изначально, и одной из двух, которые сейчас у Украины остаются. Опять же, вот здесь можно, конечно, говорить, что есть проблемы где-то вот в украинской армии, может быть, в военном руководстве. В том числе сказались проблемы, связанные с тем, что в Украине заменили одного главкому на другой, и там произошли ведь и другие замены на уровне высшего командного состава, и предупреждали изначально о том, что могут возникнуть проблемы, просто чисто технически, ни в коем случае не связаны с персоналями, а просто в связи с тем, что идет передача дел от одной команды к другой, и тут вот возникают там недопонимания, пробелы, включения новой команды во всю эту историю. Я говорю, да, такое может быть, такое может быть действительно, но, друзья мои, не будем забывать и об ошибках Запада, причем критических ошибках. Одна из самых критических ошибок Запада заключалась в том, что он очень долго решал вопрос о передаче Украине именно авиационных средств. Вот самолетов Украина до сих пор не имеет. И патриотами Украина вынуждена была вот сейчас вот воспользоваться и пожертвовать одной батареей по одной простой причине, потому что она не получила от Запада вот тех самых самолетов вовремя. А Россия, наоборот, воспользовалась этой вот возможностью, нарастила производство своих тех же бомб. И в результате использования вот этих планирующих бомб Россия может продавливать, пусть не оперативно, но тактически, те или иные направления в Украине. Вот благодаря этому Россия смогла взять, например, Авдеевку. Ну, как взять? Руанизировала. Именно вот этими самыми бомбами, когда Россия просто к помощи Су-34 сбрасывает по 50, по 100 планирующих бомб в сутки. А Франция также, например, дает Украине максимум 50 бомб в месяц. 50 против полутора тысяч. И то, мы еще не знаем, 50 или меньше, а может быть 10. То есть, это возможности несопоставимы просто. Украина просто ничего в этом смысле не получает от западных партнеров. И сейчас вот украинцам только стоит надеяться, что у них наконец-то появится Ф-16. Но когда они появятся? В июне. Допустим. Так, а сколько там этих Ф-16 появится? Ну что? Понятно же, что сразу 60 не зайдут. Зайдут, может быть, сначала несколько. Может быть, эскадрилья. Скажем, 12 штук. Это мало. Это в любом случае очень мало. То есть, раньше начали бы, имели бы больше сейчас. Ну да ладно. Просто я это все описал для того, чтобы мы все были, как бы сказать, в курсе. И чтобы мы все были трезвы. Смотрели реально на ситуацию, как она есть. То есть, у украинцев есть много очень больших побед. И они тем ценнее, что у Украины на порядке меньше, на самом деле, возможностей. Плюс Украину связали буквально по рукам западные партнеры. То есть, вот ринг боксерский. Один боксер связан вот так по рукам и ногам. И работает только лбом. А оппонент мало того, что имеет развязанные руки, так у этого жлоба еще и кастеты. Но это один аспект. Другой аспект, как мы понимаем, заключается в том, что, конечно, вот, хотя еще раз подчеркиваю, у Украины невероятные победы, в том числе в стратегическом поле против, допустим, того же Черноморского флота России, у нее, у Украины есть критические недостатки. И чаще эти недостатки связаны просто с элементарной нехваткой ресурсов. И отчасти эта нехватка объясняется тем, что Соединенные Штаты просто бросили сейчас Украину. Просто бросили. Не будем сейчас вспоминать красивые слова, которые говорит Джо Байден. Джо Байден, как мы видим, не может решить эту проблему, потому что не он решает вопрос с выделением средств. Ну, а Европа, хотя раскручивается, то опять же мы знаем, что европейская бюрократия очень долго решает эти вопросы. И неизвестно точно, когда решит. Но Россия, как мы видим, пользуется. Пользуется и слабостью Запада, и нерешительностью Запада, и слабостью Украины. И самое главное, что Россия наращивает военное производство. И, по крайней мере, поддержит его на нынешнем уровне интенсивности. И, естественно, что Россия не собирается останавливаться в ближайшие годы. Итак, мы несколько, если хотите, нащупали какие-то проблемы. И я надеюсь, что эти проблемы будут как-то решаться. Опять же, хочу подчеркнуть, что в данный момент официально украинские власти, в том числе военные власти, не подтвердили потерю Хаймерса и ПВО Петриот. Поэтому поясню, что все-таки я оставляю небольшую вероятность, что, в частности, удар вот по этой вот батарее, который вы видели, это действительно, возможно, была потеря батареи С-300. Но, даже если это С-300 или какая-то другая батарея, это в любом случае очень серьезная потеря. Очень серьезная потеря для Украины. Поэтому все сказанное это не отменяет, даже если бы это была С-300. Но вот, опять же, к сожалению, все военные эксперты, которых я вот прочитал и которым я доверяю, там, не знаю, обозреватель статус-6 и другие, и другие, ну вот даже этот поляк, который я прочитаю, господин Вольский, они все говорят, что это, к сожалению, именно Петриот были. Так что придется, наверное, доверить. И надо делать выводы. Важно поставить диагноз, прежде чем работать с проблемой, друзья. Спасибо вам за внимание. И если вам нравится то, что делает Ньюссейдер, вы можете поддержать нас через ресурсы, ссылки на которые я даю в описании к этому видео. Всем спасибо, кто помогает, потому что наш канал существует в значительной степени благодаря вашим пожертвованиям. До скорого!